Праздник первого звонка для кого-то точка отсчета, а для кого-то последний виток в школьном походе за знаниями. Для педагогов это всегда начало работы с уже любимыми учениками и знакомство с новенькими детьми, первоклассниками. Наверное, поэтому сделать первый день учебы запоминающимся хотят в каждой школе. В 23-й это всегда удается по-особому трепетно и как-то по-домашнему. Наверное, потому что в этом учебном заведении каждый ученик – это чудо. Такими их видят педагоги и директоры, такими их видит школа уже на протяжении 40 лет. Это любимая работа, это любимые неповторимые дети. Я их люблю всех. Особенно умиляют эти маленькие, хорошенькие, стремящиеся к знаниям. Все обещают, что будем только хорошо учиться. Но я люблю всех. Я люблю и поговорить, и послушать старших, порассуждать с ними. Средний возраст, он наиболее такой шебутной и опасный. Я и этих очень люблю. Вы им друг им? Да, я им друг. Сейчас другие дети. Ну, время другое. Другие дети. Но они такие же пытливые, такие же талантливые, такие же умные. Они, как дети, они абсолютно такие же. Порой даже взрослые за ними не успевают, за технологиями, за всем. Но вот самое главное – быть с ними рядом. Рядом жить, рядом воспитывать. Учеба – нелегкий труд, требующий прилижания, усердия и старательности. Это уже довольно хорошо известно старшеклассникам и пускникам. Скоро поймут перпоклашки. А пока они читают с придыханием стихи о школе и обещают грызть гранит науки очень старательно. А город любимый прославим своими благими делами. Ведь признаемся вам честно, лучше Бреста нету места. Лучше Бреста нету места и в нашем городе все лучшее детям. И это нерасхожая фраза. Об этом говорил в своем приветственном слове председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. И задачи перед школой, перед учителями и учениками сегодня в это непростое время стоят не просто сложные, глобальные. И слово «патриотизм» должно стать для каждого главным не только в год исторической памяти, но и во все последующие годы. Об этом говорил и президент, проводя открытый урок «Историческая память. Дорога в будущее» для белорусских школьников и студентов. Наша глава государства показывает ту высочайшую планку отношения к школьнику. Он сам педагог. Он показывает нам пример, как чиновник любого уровня должен относиться и к системе образования, и к педагогу, и вообще в целом к образовательному процессу. И очень важно наполнить этот процесс вот этим содержательным идеологическим компонентом с четким пониманием, что мы живем в суверенной стране, что мы живем в самодостаточной стране, которая проводит свою государственную политику, имеет свою государственную идеологию. Это очень важно. Поэтому год исторической памяти в преддверии Дня народного единства – это особый акцент в работе всех педагогов и системы органов власти нашего города. В образовательном процессе нет мелочей, а здоровье воспитанников заботится в каждом учебном заведении. Питание – одна из составляющих хорошего здоровья. Пищеблог, который в 23-й школе оставлял желать лучшего, пережил настоящую реновацию. В новый учебный год с новой столовой. Это подарок, который был необходим. Да и к питанию в школах сегодня подходят по-новому. Александр Рогачук продегустировал блюдо из меню и поставил 10 баллов. Вкусно. Удалось реконструировать пищеблог, практически сделать его новым. Это событие, это реально событие в жизни школы, прежде всего, в жизни даже города, потому что новые технологии, качество питания – это здоровье человека, это здоровье молодого человека, тем более. Поэтому приоритет по пищеблогам определен, губернаторам поставлены задачи по качеству питания, по тому сырью, вы, наверное, обратили внимание, что я, наверное, впервые очень много дегустировал, спрашивал, когда, потому что опора на отечественного производителя, на регионального производителя – это приоритет организации школьного питания в городе Бресте. Скоро в столовой будет шумно и аппетитно, пока первоклассники в осознании своей значимости исследуют первую парту, первые учебники и с интересом слушают первую учительницу, ту, которая станет для этих милых девчонок и мальчишек второй мамы, ту, которая научит доброму, вечному, мудрому, которая подскажет и поддержит в трудные минуты. Первый раз в первый класс я уже иду в 33-й год. Да, 33 года я работаю в школе, и каждый раз, так же, как и для детей, это очень-очень волнительно. Но это так приятно, это так здорово. Это новые дети, новые родители, новые мечты, новые победы. Это здорово. У первоклассников свои планы, свои мечты, но объединяет всех одно желание – учиться на десяточку. Получится или нет, покажет время. Я очень хочу стать парикмахером. Почему? Потому что там делают красивые прически, там еще могут покрасить любой цвет. Ты, наверное, модница? Да. Я собираюсь учиться. На тройке? На десятке. В одном классе. Вы рады? Как учиться собираетесь? Хорошо. Хорошо. А какие оценки? На десятке. На десятке. А может, ты уже знаешь, кем ты будешь? Ну да. Кем? Блогером. Кажется, еще не знаю. У меня уже даже тут друг блогеров твоей. А одиннадцатиклассники со всей серьезностью взрослых людей отвечают на вопросы учителей, что такое историческая память и как повлияет она на их будущее, на будущее Беларуси. Они уже задумываются о патриотизме, о борьбе за правду и свободу, задумываются о гражданской позиции. А что такое гражданин? Отечество – достойный сын. И сегодня со словами Некрасова трудно поспорить. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Новости Брест.